Субтитры создавал DimaTorzok Как называется, куда пристают корабли Там медпункт Днем она там Оттуда она идет в ночную Проходит мимо дома Дает нам 50 копеек на хлеб и на молоко И идет на работу Вот так мать работала И работала Потому что Нужно было и платить за квартиру Но это все было до тех пор Пока Не появился в нашем доме Отец Андрей Эльфсон О нем я пишу Это уже тогда потаенная церковь И это уже после выступления Сергия Вот в нашем доме появился отец Андрей Который служил И Романак Который служил каждый день С ним в доме жили его духовные Две духовных дочери И очень много приезжало из Москвы Его духовных детей Они приезжали тоже с пирогами И тогда Как-то жизнь Материально ожила И я у отца Андрея Воровал денежку Это все прекрасно И он знал И когда на Исповеди Я об этом молчал Но батюшка знал Он мне так тайно Все это отпускал Мои грехи Потому что мне нужно было курить А до его появления Я курить хочу А мама вывезла Из деревьев Вот такую вот иконочку Сихренской Божьей Матери В серебряной ризе А тогда был тарксин Торговый с иностранцами Там было все За бонны Сдаешь желто Сдаешь серебро Своя цена Свои боны И я снял эту ризу Отдал ее в тарксин Получил свои боны Получил на них папиросы И Мама очень быстро обнаружила Позвала меня и брата Иконочка лежит Черная дощечка Без ризы Мама спрашивает Кто из вас Но Серфим Не занимался такими вещами Это я Я говорю Я А где она Я говорю Я сдал тарксин И прокурил Мама меня взяла За руку Подвела к столу Положила руки мне на плечи И сказал он Вот слушай И запомни на всю жизнь Что ты не умрешь До тех пор Пока не сделаешь Ризу Божьей Матери Запомнил? Да И забыл на 60 лет Уже мама Давным-давно умерла А В Дививе она дружила С Соней Булгаковой Та знала французский Эта знала французский Соня Булгаковой Сейчас она Была ингеней Монастыря Только что Да Любила бывать В нашем доме И поэтому меня назвала Совсем пацаном А когда я уже вернулся Из ссылки И в Москве жил То она Бывая в Москве Всегда Приезжала ко мне И вот Заходили Разговоры Конечно Все не касались Диви И вот Однажды Я получаю письмо Распечатаю Что спишь Нам передали В монастыре Троицкий собор Ты художник Ты обязан Приехать И возглавить работу На восстановление Прежнего иконостаса Все ясно Подписывается Монахиня Серафима А зачем Она в скобках Пишет Подруга Твоей матери Кому Это Нужно Эта приписка Эта приписка Звала меня В Дивиеве Не Соня Меня мать Звала В Дивиеве И там В Дивиеве Я узнал С чудотворной Иконой Умиления Божьей Матери Мы встречались В Муроме Потому что Ее вывезло Игумене Александром Перед закрытием И очень много Драгоценных Дивиевских Святых Она Потаенно Вовозила В Муром Где она Купила домик И На Ризу Чудотворную Перед которой Скончался Примирон Серафим Она была Передана Дивиеву И на эту Чудотворную Икону Царь При открытии Мощи Здоровья Примирон Серафима Привез Дивиеву Драгоценнейшую Ризу Всю В алмазах В бриллиантах И В жемчугах И Конечно Она никогда Не стояла В этой Ризе Потому что Да и никогда В Дивиеве После В мое время Стояла Всегда Копии Очень хорошо Написанные А подлинник Стоял В домовой церкви Игумени И вот это Вы вспомнили Вот ее завет Что Ризу Нет Еще ничего Не вспомнил Я начал Курировать Все работы Я нашел Архитекторов Я нашел Мастеров Которые Так сказать По иконостасу Единственное Что Митрополит Николай Мне сказал Что у нас Нет ни копейки Денег Ищите где угодно Денег Мы вам не даем А благословение Ставить Иконостас Прежний Даем Тогда я Имея Много Хвостова За границей И будучи Там несколько раз Я Списался С своей Тройной сестрой Наталкой Хвостовой И она Открыла Счет В банке На восстановление Девизского Иконостаса А я написал Огромную Статью В Русскую Мысль Что такое Девима И его Значение Вообще В России И я знал Приезжаю В Париже Знакомиться С Гранд-Эмиралами Что они Очень любят Москву С которой Они были Выгранными И любят Цветыни Московские И поэтому Очень многие Начали Откликаться На этот счет Открытый Моей троиной Сестрой И Тайном Через руки Мне Начали Капать Доллары В общем Всякая валюта Которую Здесь Я перевозил В деньги И на это Дело Начал Встречаться Виконостаса Потом Она Приезжала От Девиева Я говорю Наталка Как дела Ты понимаешь Капать По капельке Но Я вижу Здесь все Работаю Очень много Я говорю Делай вызов Мне В Париж Я говорю Я поеду Туда С докладом И я сделал У меня были Уже фотографии Сделанного А там Дают Деньги Не под кирпич Там Вот Сделанного Платим Дальше Понимаешь Поэтому Я туда То есть нужно было Представить То есть нужно было Представить Там Я Я представил Кинофильм Снятый Мною С архитектором Пришествия мощей В Девиево Это в каком году было? В 91-й Она мне прислала вызов Я поехал Я поехал И Все русские Православные приходы Были предупреждены О том Что Приезжает Вот Человек с докладом О Девиеве И я сделал В Париже Десять докладов И даже И даже В католических Костюмах Где я узнал Что они любят Преподавному Серафиму Так же Как мы его любим А после Моего доклада Который длился Два часа Потому что Я рассказал О Девиеве О преподавном Серафиме Это Это не просто Вот мы сделали Вот Давайте деньги Это Это Так же Как я с вами Разговариваю Вот А уже потом Шли с тарелкой И денежки Сыпались И денежки Сыпались И денежки Сыпались Потом Меня пригласили В Швейцарию Уже Румыны И там Я сделал Два доклада У румынов И у протестантов И тоже Денежки Сыпались Поэтому Я приехал Оттуда С хорошей Самой Денег На которые Можно продолжать Строить Вот Алексей Петрович А Вот расскажите Так В Девиево В домике Мантурова Наверное Очень чувствовалось Что Вот память О святом Серафиме Саровском Дальше В вашей жизни Получается Что Как-то Он Часто Оказывался Тоже Рядом С вами Он все время Рядом Рядом Серафиме Каждый В каждой Комнате Висел Его образ Проходя С ума Суда С благословающей Румочкой Так 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 Кругом Примагом Серафим Он Бабушка Потеряла очки Куда Она кричит Примагом Серафиме Две очки Потеряла Коза Не катится Батюшка Примагом Серафим Коза Не катится Понимаешь То есть По всем вопросам Он Старшим Жителем Нашего дома Все К нему Обращались И я Сейчас С ним Просто Разговариваю У меня Нет К нему Ну То есть Я знаю И И молитвы Но У меня Я Я с ним Просто Разговариваю Так Вот В дереве Я Начал Строить Этот Иконостас Все Думали Что Патриарх Привезет С мощами И эту Чудотворную Икону Патриарх Ее не Привез Когда Я спросил Патриарха Почему Нет Девеевской Иконы Он сказал Ну Разве В такой Ризе Можно Везти В неохраняемый Собор Девеевская Игумене Умерла После Него Там Остались Монахини Которые Хранили Все Это Сокровище Привезет Серафима Они Обратились А Пимен Был Настоятелем В Девееве Настоятелем Храма В сороках Их Их Он прекрасно Знов Девеевских Сестер Пимен Сказал Что я не могу Взять На себя Потому Что я Сегодня Жив А завтра Я не знаю Что будет С моими Вещами И Поручил Все Это Дело Отцу Виктора Павальникова С которым Был знаком Где-то Когда-то И Сказал Забирай К тебе Он поехал На машине И Все Вылез Чемоданами Вещи Прибрала Серафима Иконы Из дальней пустынки Иконы Из ближней пустынки И Саму икону А Ризу Они закопали Еще давно Закопали В землю И Когда ее Вынули Из земли То она была Вся черная Потому что Золото Все слезло Жемчуг Весь Растаял И Блестели Только на черном Фоне Драгоценные Камни И бриллианты И Отец Виктор Шапуони Как вместе С своей женой Все Реставрировал Риза Была Такой Такой Как Ее Император Подарил И Они Передали Все Это По Акту В Патриархию И Эта Икона И Эту Ризу В Патриархию Патриархия Да И Вдруг Разрешется Звонок Мы Из Издательства Патриархии Мы Позвонили Отцу Виктору Шаповальникову Просили Рассказать Его О чудотворной Иконе Божьей Матери Умиления Он Дал Ваш Телефон Вы Можете Рассказать Могу Потому что Она все время Была На Моем Пути Я Ее Где-то Встречал Совершенно Неожиданно Через 20 лет Через Какие-то Вдруг Я Попадаю К Шаповальнику Который Совершенно Случайно Так сказать Меня жизнь Свела Он Говорит У меня Икона Я Встал Впереди На колени Это Икона Моего Детства Понимаешь Я Начал Писать О истории Как ее Вывозили Где она Тайно Хранилась Та-та-та-та-та-та В Царской Ризе Царской Риве Бадюшки Мои У меня Язык Присох К Зубам Я Вспомнил Что Ты не умрешь Пока Не сделаешь Ризу Я Вынул Этот Лист И Написал Патриарху Прошение Что Я Такой-то 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 Родился В Девеве Занимаюсь Сейчас Реставрацией Коносаса Я знаю Что Из-за Царской Ризы Вы Не можете Отдать Икона Умиления Божией Матери Прошу Вас Дать мне Благословение Сделать Простую Ризу Он Прямо На моем Прошении Которое Я Обратно Получил Написано Бог Благословит Это Святое Дело Мои художники Отрисовали Прямо С иконы С чудотворной Она На столе Лежала Отрисовали Все эти Вырезы Руки Нарисовали Саму Ризу Нарисовали Чеканку Чеканку И в Софрине Мне Все Это Сделали По Письму Патриар Тут Понимаешь Если Все Римя Чувствуешь Что Где-то Бог Рядом То Я Все Римя Чувствую Что Матерь Божия Рядом Потому Что Есть Покаянный Канон Спаситель Где К Матери Божией Есть Такое Обращение Спаси Меня От Наглой Смерти Наглая Смерть Это Смерть Беспокаяния Это Смерть Наглая Мы Что Нужно Вымаливать Прощение Так Что Все По-своему Живем Став梅 У Смерть А Субтитры создавал DimaTorzok